Сначала цитата Эти слова принадлежат певице Анне Герман. Неожиданное признание, не правда ли? Узнать Анну Герман помогают книги, ею написанные, ей посвященные. Сегодня мы встречаемся с человеком, имеющим прямое отношение к появлению этих книг в России, биографом Анны Герман. Певец Иван Ильичев в нашей студии вместе с матушкой Екатериной, подругой Анны Герман и со своей партнершей по вокальному дуэту Екатериной Бродской. Это одна из первых песен, которые она записала на фирме «Мелодия» в 1965 году. Песня, которая запомнилась многим из вас своей необыкновенной красотой. И песня, которая трогает нас по сей день. Сегодня я посвящаю ее светлой памяти Анне Герман, дарю ее всем вам. Называется «Город влюбленных». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть на далекой планете Город влюбленных людей Звезды для них особо светит Небо для них голубей Белые стены над морем Белый покой и уют Люди не ссорятся, люди не спорят Люди друг другу поют Посидим, помолчим Все само пройдет И растанет гнев И печаль уйдет Посидим Помолчим Не нужны Слова Виноваты Мы А любовь Помолчим Помолчим Виноваты Виноваты Да Я встречался с Очень многими Людьми Люди Которые знали Анну Герман Они доверяли Свои архивы Потом Свои воспоминания Об Анне Германа Своих встречах Получилась Первая книга С воспоминаниями Об Анне Герман С ее мемуарами С ее сказкой Которую я переводил С польского языка Такая составительская работа Ну а потом пришла Уже авторская работа Ее биография Сейчас в работе Еще следующая книга С новой информацией О ее биографии О ее жизни В общем Жизнь не стоит на месте Поэтому вот На сегодняшний день Первая книга издана Уже пятью тиражами Пять изданий Вот А вторая книга Авторская издана Вот второе издание Недавно было Поэтому вот Семь книг На сегодняшний день С разными отложками С разными С разными фотографиями Очень красивыми И Сейчас готовится новая И открылись Удивительные факты Вокруг ее имени Собирались Люди светлые Чистой душой Были среди них Священники Духовные лица Монахиня Екатерина Подружилась С Анной Герман В юности Во время выступления Певицы в Ленинграде В семьдесят девятом году Иду ей удалось Сделать запись Концерта певицы Где та В последний раз Ведет свои Удивительные Диалоги со зрителями Ну все знают Какая она певица Понятно Но В таких Качествах Необыкновенных Я же была обыкновенным Зрителем Обыкновенная Поклонница Обыкновенным другом Просто ее другом И Она Уже в семьдесят восьмом году Стала делать Подарки Со сцены Она готовила Какую-нибудь Песню За ночь Потом Выходила На сцену Держала Листочек В руках Говорила Зрителям Говорит Я приготовила Извините Если буду заглядывать В листочек Потому что я не успела Могу Забыть слова Я приготовила Некоторым Зрителям Которые часто Бывают на концерте Подарок И пела Каждый раз Пела Вставляла Новые песни Потом Она спрашивала Как понравилось Какие-то В общем Ощущения Какие ощущения Были у нее После этой Какая больше песня Понравилась Какая менее И Последний концерт В Октябрьском зале Конечно Она со сцены Тоже приготовила Две Песни Одна из них Белые Белые крылья Которые я запомнила Конечно Навечно Мне жалко Что я остальные песни Просто не записывала Для себя Не искала А вот Белые крылья Я потом После ее отъезда Конечно нашла Каритонова Эта песня Необыкновенная И вот Она Посветила Она сказала Прямо со сцены Освещает песню Это мне Потому что я вышла Попрощалась С ней на сцене Попрощалась До следующего Приезда ее Вот Она С улыбкой Меня проводила И объявила Что она дарит песню Моей другу Поклоннице А после концерта Как обычно Мы встретились конечно Они уезжали В гостиницу На следующее утро Они уезжали Улетали Ну Улетали Из Ленинграда И она спрашивает Раечка А завтра мы увидимся Я понимаю Что она Хотела бы Чтоб я ее проводила Я говорю Да Девять часов И Я пришла К гостинице Европейской Где они были Девять Думала группа выйдет Вся Вышла Анна Герман Одна Был снежный Такой красивый Очень зимний Вечер 2 января Это гостиница Европейская Находится у нас Возле Михайловского театра Музея Пушкина Вот так мы гуляли Полтора часа До их отъезда Мы гуляли по улицам Разговаривали с ней Она рассказывала о своих Друзьях Московских Об Анне Николаевне Качалиной Об Людмиле Ивановой Ну и многих других Перечисляла Знаю ли я их Или не знаю Ну конечно я Практически Никого не знала Потом только Встретилась с ними Вот Рассказывала про свои планы Очень хотела Приехать еще раз В Ленинград Просила Чтобы я ее встретила И обязательно Мы походили По улицам Город Говорит Я не успеваю Когда сольные концерты А я приеду Весной Там будут Такие Фестивальные И она мало занята У нас будет много времени Мы с тобой погуляем По улицам Города Ну так на этом Мы Расстались Я не знала А уезжая Она конечно Сожалела Что она уезжает Отсюда Как бы я хотела Здесь жить Так мы Простились Ненадолго Она оставила мне Свой автограф С теплыми нежными словами И осталась пленка у меня Которую я Конечно Слушала Слушала В два года В 80-м году Она уехала А в 82-м году Ее не стало И вот эти два года Я конечно слушала Все друзья слушали Этот уникальный концерт Ну и когда Аня не стала Я поняла Что у меня сокровище На руках И Передала эту пленку Аня Николаевне Качалиной На фирму Аня Николаевне Устанавливает сделать из нее пластинку. А потом уже Ваня полностью восстановил песни и диалоги, которые не вошли в пластинку. Полностью восстановил на диск. Удивительно еще, что Матушка записала этот концерт. Это один из... Концертов очень мало записано Анны Герману. В основном такие профессиональные записи. И благодаря этому концерту мы узнали, какие песни она исполняла во время своего сольного выступления. Она последние свои концерты, вот эти в Советском Союзе, в том числе и в Ленинграде, открывала песнопение «Мава Мария». «Мава Мария» «Мава Мария» «Мава Мария» «Мава Мария» «Мава Мария» «Мава Мария» Практически в акапельном исполнении, то есть там только один рояль, немножко так, очень тихо и аккомпанировал. И люди, которые были на тех концертах, тоже есть воспоминания, говорят, что даже после того, как она исполняла, вот заканчивалось исполнение, в зале сначала была гробовая тишина, и только потом шли аплодисменты. Ну, все мы знаем, да, перевод с латинского языка, это «Богородица Дева Радуси», если так вот, да, в Марии Славсе Богородице. Поэтому вот в ее творчестве постоянно вот где-то можно найти вкраплениями вот эту духовную тему. Это тоже очень важно, потому что, когда она вернулась на сцену после страшной автокатастрофы, реабилитации, после итальянской аварии, она, конечно же, пересмотрела, видимо, уже были совсем другие песни она стала петь. И одна из первых песен, которые она стала петь в Польше, это была песня на стихи иранского поэта Ахмада Шамлу «Ясный горизонт», песня о последних днях человечества, песня о рае, о том, что все люди, которые живут с добрым сердцем на земле, встретятся на небе, вот, и что настанет день, когда меня не будет на этой земле, и мы встретимся там, где люди живут счастливее, где птицы поют, где, в общем, где все, что происходит на земле, там оно все гораздо лучше. И вот с этой песней, удивительно, она вернулась на сцену. С песней, очень популярная песня в Польше, «Человеческая судьба», тоже, как один из ее шлягеров в Польске, в нем говорится о том, что надо улыбаться и радоваться каждому мгновению жизни, несмотря на все препятствия, на все трагедии, боли и трудности, которые есть на нашем жизненном пути. И вот эта фраза «шмех, а еще, улыбайся» каждому дню, она стала ее гимном в Польше. И люди до сих пор, которые знают Анну Герман, они всегда, говоришь, Анну Герман, они начинают напевать эту строчку. — Она сама написала мелодию. — Да, и она сама написала к этому мелодию. Поэтому вот удивительно, что она даже через вот эти вот простые, казалось бы, песни, на тот момент никто не задумывался ни о какой духовности, конечно. Люди, сейчас вспоминая ее, говорят, что на ее концертах было состояние молитвенное во время концерта, потому что она стояла ровно у микрофона, она никуда не бегала, там не прыгала, не танцевала, ничего такого не было. Это было вот такое сосредоточенное, очень, ну, действительно духовное исполнение даже, казалось бы, простых песен, через которые люди духовно обогащались. Например, романс на стихе Лермонтова, да, «Выхожу один я на дорогу», совершенно такой вот, с очевидным, написанным православным поэтом, да, Лермонтовым, исполненный Анной Герман так, как молитва. И люди и на концертах это оценивали, что как будто вот они в храме находятся, когда слушают ее. Как человек как раз я и узнавала ее, это и в песнях ясно было, что песни красивые, светлые, добрые о любви или о нежности, или какие-то даже грустные, лирические, будем так говорить. Но, а когда общаешься с ней, просто, ну, вот это как с лучшим другом. Я ощущала от нее исходила такая любовь, которую я просто не могла даже понять, за что у меня это. Когда она уезжала, я понимала, что на меня изливались такие нежные чувства, которые я, конечно, я не знаю, за что Господь мне выбрал, избрал. Вот общение. Последние слова в моем автографе, когда она написала, Раечке, моей очень-очень умной приятельнице, с наилучшим пожеланием. Ну, правда, я не такая уж умная была, но для нее вот она вмещала вот это слово «умная». Я понимала, я ощущала, что я ее понимаю, и она меня. То есть с полувзгляда она понимала, что я ее чувствовала просто. Воспоминания монахини Екатерины стали уже неотъемлемой частью повествований о певице. Удивительно еще, как Господь посылает вот эти все материалы, находки, да. Просто вот иногда помолишься и в молитве обращаешься и говоришь, Господи, пошли еще что-нибудь на эту тему, да, на заданную тему. И буквально вот я просто один случай расскажу. Я открываю ключом в один из дней почтовый ящик, и там лежит конверт достаточно такой увесистый. Я открываю этот конверт, в нем, значит, конверт из Польши, от незнакомого мне человека. Значит, человек оказался фотографом, который в 74-м году делал фотосъемку для Анны Герман, для ее рекламы. И на рекламу пошло там несколько фотографий, а все остальное, все, что он заснял, у него лежало дома на протяжении почти вот 40 лет на антресоле. Вот он узнал о моем существовании, узнал мой адрес. И просто так, без всякого там, даже не заказным письмом, а просто обычным письмом, вложил туда все эти оригиналы слайдов. Сто с лишним слайдов, цветных и черно-белых, 74-го года. Я когда открыл, у меня просто, я говорю, чудеса Господни, потому что по молитвам находится очень многое. И что очень важно, наверное, для нас, для всех, то что среди тех зрителей, которые были на концертах Анны Герман, многие из которых были и ее друзьями, и просто зрителями, один-два раза на концертах, сейчас очень многие эти люди, это люди в сане, это люди-священники, это монахи, в разных концах земного шара живущие. В моей книге есть воспоминания, вот наряду с воспоминаниями матушки, есть воспоминания удивительного архимандрита Виктора Мамонтова, который служит в Латвии, у него свой православный приход в городе Рязыкне. Он был дружен с близким другом Анастасией Ивановной Цветаевой, который познакомил Анастасию Иванну с Анной Герман. Сам с ней очень дружил, и мы с отцом Виктором, когда познакомились в Москве, во время рождественских чтений, он приезжал на рождественские чтения, и он так однажды улыбнулся и говорит, у меня для тебя подарок. И достает из портфеля все письма, которые писала ему Анна Герман, подарил. Тоже вот для книги, для пользования. Удивительно добрые, светлые письма. И вот раз заговорили об Анастасии Ивановне Цветаевой, то тоже удивительный, светлый человек, с которым Анна Герман очень поддерживала теплые отношения, тоже сохранились письма. И в книгу мою тоже вошло эссе Анастасии Цветаевой, которая называется «Анни Герман». Лучше об Анне Герман не написал никто. Когда я приехал в Варшаву в 2002 году, и была жива еще мама Анны Германа, ей было уже 90 лет, она попросила, чтобы я ей вслух почитал, у нее уже зрение нехорошее было. Когда я ей читал вслух эти строки Анастасии Ивановны Цветаевой, она плакала, сидя в саду, и произнесла вот эту фразу, что о моей дочери лучше никто не написал. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, привет мой. Вот строки из эссе Анастасии Ивановны Цветаевой. Запела половодьем берега, ты затопила и нетерпение зала, и рукоплескание, все. Закрыв глаза, я вслушиваюсь в своеобразии интонаций. Тихое, тонкое скольжение, от низкого тона высокий, в грацию и печаль этого голосового полета, перелета, через глубины и тишину. Галисанта через эту игру, ей одной из свойственных звуков, легких и длинных, ускользающих, догоняющих, встречающихся в теснотах смычка и широком разливе рояля, выныривающих из-под объятий аккомпаниатора и вновь овладевающих темой. Прощание в этой песне, прощание, тесно сжавшего встречу такой неотвратимой властью, что ничего уже нет в мире. Одно прощание. И им одним захлебнулась душа певицы, познавшая о нем больше, чем дано человеку, невозвратно ушедшая от радости неутолимую тьму. Анастасия Ивановна фотография Анны Герман висела рядом с иконостасом домашним. Это говорит о ее отношении к этой певице. Ну, собственно, даже в ее воспоминаниях, вот в этом эссе, там все совершенно понятно. Поэтому, слава Богу, что Господь посылает такие встречи, посылает таких людей. И в связи с этим, именно благодаря таким встречам, мы узнаем Анну Герман совершенно с другой стороны, конечно. Благодаря ее окружению, благодаря ее знакомствам, о которых мы ничего не знали в 70-е, 80-е годы. Что сближало ее с людьми, поэт и журналист Александр Жигарев, автор слов «А он мне нравится», «Белая черемуха» и других, вспоминал. С людьми ее роднило отношение к жизни, к искусству, свое видение мира, понятие о чести, долге, человеческой красоте. Матушка Екатерина до сих пор не может сказать, почему Анна Герман прониклась к ней таким доверием. Это необъяснимо, просто необъяснимо. Я никогда, я на тот момент не задумывалась, я была, конечно, просто в плену ее пения, в плену ее, как говорится, голоса этого, какой-то удивительной сердечности, доброты. У нее не было таких, вот я хочу сказать, что у нее удивительное качество, у нее не было важных, особых людей. У нее были все наравне, и важный чиновник, и простой зритель. Вот я была простым зрителем, девочкой, на то время мне было 23-33 лет. Она знала, что я простая поклонница, инженер, живу в Ленинграде. Вся семья, конечно, меня тоже знала. Я не знала, что они-то меня знают. Я об этом не знала, Аня мне не рассказывала, но когда Аня приезжала в Варшаву, она рассказывала своей семье, маме, Збишику, конечно, Збигневу старшему, рассказывала про меня. И Збигнев знал о моем существовании. Муж Анны Герман. После ее ухода мы уже познакомились с мамой Анны Германа. Я много лет переписывалась с мамой до ухода. На самом деле, конечно, каждая встреча с новыми фактами биографии Анны Герман – это удивление, потому что, раз мы находимся сегодня на телеканале «Союз», то я бы рассказал о тех моментах, так скажем, ее жизни, которые были, можно сказать, скрыты в ее время, когда она жила и пела, и скрывались долгое время после ее смерти, потому что страна была, так скажем, в определенном режиме существовала. У Анны Герман, несколько таких зарисовок расскажу, была большая мечта спеть в православном храме с церковным хором. И однажды у нее такая мечта сбылась. Она в Белостоке, там есть православный храм, и она исполняла песню из репертуара Федора Ивановича Шаляпина, песню о 12 разбойниках, в которой, как припев звучат слова «Господь Богу помолимся». И звучало это просто великолепно под сводами храма. Когда она приехала в Москву и предложила на фирме «Мелодия» записать это произведение, ей было отказано. Нельзя было такие песни петь тогда, их бы просто не пропустили. Потом в 1974 году Анна Герман познакомилась с одним нашим советским, российским выдающимся бардом Евгением Бачуриным. И он ей подарил несколько песен, и мы с ним встречались, он рассказывал об этой встрече. Она хотела спеть, и уже репетировала, и готовила для записи на пластинку песню «Сизый лети голубок», «В небо лети голубое», «Ах, если бы крылья, мне только пожаловал Бог», «Я бы летел за тобою». Песня о птицах, улетевших в рай, песня о Господе, о райских кущах. Но в 1974 году такое петь было нельзя, и эта песня осталась неспетой. В семье Герман Библия была главной книгой. Так было заведено еще бабушкой. Они Библию почитали больше всего, и поэтому в конце жизни, когда Анна Герман уже была прикована к постели, не вставала, была неподвижна, очень сильно болела, ожидая, как говорится, своего смертного часа. Она исполняла лежа на кровати, представляете, на домашний магнитофон, нажимая рукой на запись, исполняла свою собственную музыку к библейским текстам. Это, значит, гимн любви апостола Павла, «Любовь долго терпит», это молитва «Отче наш», это 22-й или 23-й псалом царя Давида, значит, «Господь пастырь мой», это молитва «Аллилуйя», то есть это вот несколько было таких произведений, с которыми Анна Герман, так скажем, прощалась с нами, как со слушателями, эти записи практически никто не слышал, потому что это домашнее исполнение, но мне удалось услышать, это в Варшаве, в ее доме, это удивительно, звучит голос Анны Герман совершенно иначе, когда она поет молитвы. Я бы сравнил это, знаете, вот был в Израиле, там есть такой в пустыне монастырь, и вот там монахи поют нараспев, ну, а капель на молитвы в одиночестве. И вот мне кажется, что так древние пустынники пели, просто вот Богу от сердца, таким очень сдержанным голосом, не эстрадным, конечно же, не оперным никаким. Это голос человека, который прикован в постели, в тяжелой стадии рака, но тем не менее, не теряющий голос, не теряющий света, и надежды, и теплоты. Это удивительные записи, от которых просто мороз по коже. Вот это вот такие моменты, с которыми я сталкиваюсь, которые удивляют действительно в жизни. Происходит главное своими песнями и своим запечатленным образом она продолжает совершать миссию добра. Несколько лет назад в Екатеринбурге на концерте «В день святой Екатерины», в котором участвовали Иван и Екатерина Бродская, и где исполнялись песни Анны Герман, Валентина Толкунова впервые исполнила свою песню «Ангел мой». Две большие певицы, две души соединились в музыке. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что ангел хранит меня ночью и днем, чтобы его я почаще просил всех святых тоже молить обо мне. И пелась молитва из нескольких слов, что родом из детства и сказочных снов. Вместе с вами. Ангел мой, будь со мной, ты впереди. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. И пелась молитва из нескольких слов, что родом из детства и сказочных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...